В этом году знаменитому обществу «Динамо» стукнул юбилей – 95 лет. Свой день рождения спортивная организация ежегодно отмечает яркими соревнованиями. Одни из них – боксерские поединки. Именно здесь можно увидеть уникальные бои, в которых лицом к лицу встречаются спасатели, разведчики, полицейские и другие представители силовых структур. Все те сотрудники, которые соприкасаются постоянно, надо проявлять экстремальную ситуацию и необходима выдержка, смелость, сила. И вот вид бокса – это как раз тот спорт, который воспитывает эти качества, необходимые для сотрудников силовых структур. В Приморской столице такие необычные битвы проходят с 2015 года. И надо сказать, что работники ОМВД, МЧС, ГУФСИН и других ведомств показывают отнюдь нелюбительский бокс. Участвуют здесь бойцы со всего Приморья. Кто-то делает только первые шаги в боксе, а кто-то в этом виде спорта уже как рыба в воде. Ответственная должность не мешает заниматься этим профессионально. Я боксом занимаюсь уже 12 лет, являюсь кандидатом мастера спорта по боксу. Прослужу, как я говорил, в МЧС. По справке вызова меня сюда комендировали проявить себя. Желающих побороться на ринге всегда немало. А все потому, что силовикам такой вызов позволяет проверить, насколько они готовы ту самую силу применить в деле. При этом одним боксом охранники, пограничники и другие работники не ограничиваются. У нас очень сильно развита борьба с самбо. Мы являемся неоднократными чемпионами страны. У нас вся команда состоит из мастеров спорта. Еще у нас служебное многоборье, легкоатлетический кросс, лыжные гонки, плавание. То есть у нас 11 видов спорта, в которых мы принимаем непосредственно участие. Важно отметить, что боксерские турниры в «Динамо» не носят любительский характер. Помимо возможности получить здесь первый спортивный разряд, у бойцов есть шанс пройти полноценный отбор для выступления на более крупных и даже всероссийских соревнованиях. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.